На набережной озера Кабан появится памятный знак в честь императрицы Екатерины II. В мэрии Казани был объявлен открытый конкурс на создание памятного знака, связанного с визитом императрицы в столицу Татарстана в 1767 году. Свои заявки на участие можно представить с 10 по 13 мая. 1 июля скорая помощь начнет работать по уточненным правилам, согласно которым она будет обязана приезжать к больному в течение 20 минут. 1 по 6 июля на сцене театра имени Галиаскара Камала пройдут большие гастроли легендарного Московского театра «Современник». В год 60-летнего юбилея коллектив представят в Казани три знаменитых постановки, спектакли «Три товарища по ремарку», «Волшебный сад Чехова» и «Двое на качеле Гибсона». Национальный музей Татарстана откроет двери для ночных посетителей. 22 апреля Национальный музей присоединится к всероссийской акции «Библия ночь-2016». Во время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат работы. На чемпионат Европы подзюдо в Казань приедут почти 500 спортсменов. С 19 по 25 апреля в Татарстане пройдет чемпионат Европы подзюдо. Соревнования станут одним из финальных турниров на Олимпийские игры в Рио. Студентка КФУ получила приз Академии российского телевидения. В Ростове-на-Дону наградили финалистов российского конкурса молодых деятелей телевидения студенческой ТЭФИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова